МОТОДЕЛЬНЫЙ РЕТРОЦИКЛ С в простонародье Симпсон В простонародье это конечно так сказано Но завод Симпсон это Включение в объединение Которое называется АвтоВело Что означает АВО Модель 425 заключает в себя информацию О том, что это 4-тактный Мотоцикл с 250 кубовым Двигателем Это очень похожий мотоцикл на те, которые мы делали ранее И назывался он АВО 425С Версия спорт Этот у нас версия Т, что означает турен Турист Таких мотоциклов мы еще в нашей мастерской Не делали и всегда у нас Заказывали версию спорт Потому что, во-первых, ее проще найти Во-вторых, она, конечно же Более современная, более узнаваемая И, наверное Особенно, когда она с коляской Эти мотоциклы тоже, кстати, использовались с коляской Она была легкая, алюминиевая Потому что для такого мотоцикла С таким небольшим объемом Нужна, конечно же, колясочка полегче Конкретно этот мотоцикл АВО 425Т Из ГДР Переходил в Советский Союз В счет репараций Примерно два года С 50-го по 52-й год И, конечно же, его можно было встретить на территории Нашего Советского Союза Увидеть его на наших дорогах Но это был довольно редкий зверь И, опять же, получить его могли далеко немногие Потому что все-таки он отличался и от наших Ижей И от наших Яв И от наших Уралов, Днепров, М72 И всего того, что было Не было у нас небольших мотоцикликов Четырехтактных С одним цилиндром К сожалению, были у нас только двухтактные И большие четырехтактные оппозиты А вот конкретно эта модель Она занимает свою интересную нишу Которая и не такой легкий мотоцикл И не сильно тяжелый И четырехтактный в то же время В общем, интересное сочетание удобства Простоты в обслуживании И доступности для населения Однако, конечно же, он так и не пошел В такую прям огромную массовую серию Опять же, все это ГДР Все это потом закрылось Те же ЕМВ, которые вы знаете Они также претерпели крах И потом уже перестали выпускаться Очень жаль, что этот мотоцикл Не выпускали дальше Потому что все-таки, согласитесь Это очень красивый мотоцикл У него присутствуют очень узнаваемые черты Которые присущи мотоциклам Симпсон То есть это вертикально расположенный цилиндр С цельнолитым блоком Переходящим в коробку передач Привод у него карданным валом Это грамотное и хорошее решение Для продольно расположенных коленвалов Когда привод осуществляется карданным валом Здесь уже у нас есть и задняя подвеска И передняя подвеска Да, она очень простенькая Там нет никакой гидравлики Но она справляется со своими функциями И для проселочной дороги Этого более чем достаточно Линии у мотоцикла соблюдены То есть все его направления Совпадают с рамой Нету никаких лишних проводов Которые там откуда-то могут торчать Все довольно красиво И укомплектованно, так сказать Смотрится, потому что Внешний вид мотоцикла Подвечет наших всяких Уралов У которых многие тросики там торчат Провода торчат Конечно же это плохо А здесь вот это все очень красиво соблюдено В реставрации этот мотоцикл довольно сложный Потому что все-таки попадают они к нам в руки В весьма убитом состоянии И плюс, конечно же Это то, что много делают все-таки поляки То есть поляки взялись за этот мотоцикл конкретно То есть делают на нем много чего Делают оптику Делают переключатели Резиночки Резинки на сиденье Выхлопная система вот такая прекрасная, красивая Делают всякие шильдики Делают глазки и фары Пробки бака Фонарики То есть много вещей, которые производятся в данный момент Можно действительно достать Несмотря на то, что все-таки границы сейчас плохо открываются Ну и в общем мы накупили всего, что можно было купить у поляков И всего того, что у нас не было То есть, как я и сказал, выхлопная Всякие шильдики, пробочки Фонарики, резиночки Ну а остальное, конечно же, приходилось восстанавливать Начали, естественно, с рамы Рама у него была пострадавшая Но не сильно То есть просто выровняли ее Заварили все, что было там просверлено Отрезали то, что приварено Выровняли крылышки на нем Выровняли бак Поставили все это вместе Проверили, что все красиво И дальше уже начали красить Красится он интересно У него есть двойная царовка То есть тут присутствует и золотая, и беленькая Все это разной толщины То есть трехмиллиметровая полосочка золота И рядом шестимиллиметровая полосочка белая Это идет через весь мотоцикл Очень интересное решение Которого, кстати, так ни на одном мотоцикле я никогда не увидел Потому что максимум ближайший это Панони Но там у нас белый с красным Тут все-таки золотинка с беленьким Очень красиво смотрится Значит, мотоциклик на данный момент завершен И готов к тому, чтобы отправиться к заказчику Как обычно, не хватает у нас одной маленькой мелочи Это ключик зажигания Он у нас сейчас в гальваники Он там хромированный Приедет он к нам, наверное, в середине дня Поэтому на данный момент записи ролика Мы прокатиться нам не можем Но где-то через часика 2-3 мы на нем обязательно прокатимся Но вы разницы не заметите Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так же, как и у всех мотоциклов марки BMW, у наших тяжелых мотоциклов и разных четырехтактных, у которых есть продольное расположение валов, удобно собирать мотоцикл именно со сборки мотора и его трансмиссии. В общем-то, так мы и здесь поступили, то есть начали собирать сначала двигатель, потом коробку и затем уже его редуктор. Много здесь всяких нюансов есть, например, здесь очень сложная коробка переключения передач. Там вот, чтобы ее собрать, нужно очень сильно помучаться, засунуть все шестеренки так, чтобы они туда засунулись. Места там действительно очень мало. Есть вещи, которые всегда страдают, то есть кикстартер, вал кикстартера, вал переключения передач. Все это, конечно же, очень быстро умирает, потому что там слабые шлицы, слабое втулочное соединение. Нет как таковых нормальных сальников, все это течет, а где надо масло не попадает. Поэтому коробочки, конечно, здесь больше всего уделили времени. Но мы сделали здесь новый кикстартер, сделали новый вал переключения передач, новый вал кикстартера. Подобрали новые подшипнички, сальнички, прокладочки и, в общем-то, собрали все это в кучу. Изготовили вот такой классный рычажок переключения передач, который в точности подходит под оригинальный. Двигатель тоже здесь замороченный. На самом деле, самая интересная черта этого двигателя, это то, что у него внутри система зажигания в виде магнета. А система питания электричеством, то есть генератор, стоит отдельно. Поэтому завести мотоцикл можно всегда, но зарядка может иногда пропадать. Но она здесь нужна исключительно для того, чтобы питать светом мотоцикл и заряжать сам аккумулятор. Поэтому доехать на нем вы всегда можете, был бы бензин, и искра будет всегда. Это несомненный плюс. Карбюратор марки Bing очень хорошо справляется со своей задачей, если, конечно, не принимать в расчет то, что за столько лет они все уже в плачевном состоянии. Раздолбанные иголочки, убитые посадочные места, под колодец заслонка болтается, естественно, все это приводит к тому, что карбюратор плохо работает. Слава богу, у нас есть такие карбюраторы на складе. Мы выбрали те, которые более-менее подходят под свои характеристики, и воткнули его туда, куда надо. Преднамеренно отказались от пассажирского сидения. Они были варианты с пассажирским сидением, потому что смотрятся ужасно. Некрасиво, сидение здесь просто лишний рудимент. Убрали также и подножки, но кронштейны и закладные под них, естественно, оставили. Так что, если человек захочет оборудовать его пассажирским сидением, то это будет, в принципе, не сложно. Как я и сказал, привод здесь с помощью карданного вала, и здесь присутствуют вот такие милые резиночки, которые являются демферами. Они помогают при ускорении, при переключении передач, и также позволяют дольше жить трансмиссией. Они такого же вида, как на нашем мотороллере «Муравей». Замороченный редуктор довольно, потому что здесь свои такие интересные половинчатые подшипники роликовые. Прошу прощения, шариковые. Сама же коническая пара довольно надежная, за исключением постоянно текущих сальников. Вот такой у нас интересный мотоциклик AWO 425T. Я надеюсь, вам понравился этот ролик, понравился этот мотоцикл. Поставьте, конечно же, свое мнение в наших комментариях. Может быть, вы что-то думаете про такие мотоциклы. Может, что-то интересное расскажете про свои истории. Кто-то наверняка, у кого-то был такой мотоцикл, у кого-то у деда, у отца и так далее. Пишите свое мнение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал. Ну, а чтобы заказать для себя подобный мотоцикл, контакты мы все оставим в описании под этим роликом. На этом с вами прощаюсь. Всем хороших и ровных дорог. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok